шалом с праздником с наступившим 5772 годом от сотворения мира от сотворения адама нашего праотца с этим библейским с этим еврейским праздником я всех вас поздравляю в эти дни особые дни дни судьбоносные мы молимся за израиль христиане америки россии христиане всего мира евангельские мыслящие библейские христиане молятся за израиль и это очень важная молитва сегодня враги израиля враги еврейского народа антисемиты всех мастей фактически в основном это представители исламского мира представители движения такого который можно назвать ислама фашизмом современным движение ислама сегодня пытается это даже некая рель не то не просто религия а скорее даже именно движение именно явление такое антихристианское антиеврейское и сегодня ислама фашисты сегодня антисемиты всех мастей пытаются покончить в очередной раз с израилем но ничего у них не получится потому что бог израиля жив потому что бог авраама исаака и якова он жив он живой бог он реальный он святой бог и написано в библии что он так возлюбил мир отец наш сущий на небесах он так возлюбил мир что отдал сына своего единородного чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную и кровь иисуса кровь мессии и ишуа была пролита на голговском кресте не напрасно о нем говорится об ишуа аж следующее когда он был еще маленьким совсем иисус сказано было что он есть свет к просвещению всех народов и также говорилось о вторая часть этого пророчества что он есть слава народа своего израиля и сегодня во всех народах проповедуются слова господне слово божье и также сегодня американские христиане русскоязычные американцы христиане евангельские христиане евангельские разных стран мира молятся за израиль и мы утверждаем провозглашаем что должно исполниться в нашем поколении вот это удивительное пророчество что иисус есть слава народу своего израиля и сегодня христиане разных национальностей разных культур разных цвета кожи разных политических симпатий антипатий вместе объединяются за израиль и это очень важное событие я считаю планетарного масштаба события в жизни христианской церкви было много конечно разных моментов в жизни в истории христианства вообще к сожалению было много антисемитизма и по большому счету историческое христианство явилась самой антисемитской такой организации структурой в истории к сожалению чего греха таить мы христиане очень много пролили еврейских слез и еврейской крови и на нас на самом деле большая вина сегодня и на нас большая ответственность вина наша пред богом и мы каемся в антисемитизме берем ответственность на себя за прошлые поколения за то что делали прошлые христиане прошлых поколениях и сегодня мы провозглашая не только слова покаяния но также слова евангелия иисуса христа сегодня мы несем слово божье евреем и неевреем сегодня мы молимся за израиль сегодня мы молимся за весь мир слава богу и израиль и и иерусалим сам непосредственно как столица израиля является пульсом всей планеты и мы молимся потому что пульс участился мы молимся просим мира и иерусалиму просим мира иерусалиму на основании слова божьего и православные протестанты католики разные верующие сегодня объединились в этих молитвах как православный архиепископ украинской реформаторской православной церкви как православный обновленец я конечно молюсь а вместе с американскими христианами молюсь из христианами всего мира всего прогрессивного человечества как мы раньше говорили это безбожном советском союзе мы молимся я молюсь за израиль молюсь за иерусалим и призываю всех верных чат украинской реформаторской православной церкви всех священников и епископов членов церквей общин прихожан молиться за израиль в эти дни пусть бог благостовит каждого из вас дорогие друзья я думаю что не случайно совпадением является то что именно как раз в эти судьбоносные дни проходят праздники израиля начались осенние праздники и роша шана это как раз особый праздник особый день особое такое событие я бы так сказал потому что сам господь однажды при гласе архангела при трубе божьей сойдет с небес и этот праздник роша шана еврейский новый год он называется и праздником труб библии и это очень важно отметить потому что звук трубы звук шафара он возвещает пришествие господне и провозглашает что иисус есть царь царей что господь бог иегова бог аврама исаак и яков является царем над всей нашей планетой и над всей вселенной и сегодня под звуки шафара мы молимся и благословляем всех евреев и благословляем израиль благословим иерусалим шалом друзья мои шалом с богом